Балтийский путь в космос Страны Балтии не относятся к крупным космическим державам, но в освоении космоса они сыграли немаловажную роль. Эстония Эстонский путь в космос начался в 1810 году с основания в Дербском университете-обсерватории. В разное время в ней работали Василий Струве, прославился изучением двойных звезд, Карл Кноре определил положение кометы Галлея, Эрнст Юлиус Эпик рассчитал расстояние от Земли до туманности Андромеды, Ян Эйнасто, доказавший, что Вселенная не хаотична, а имеет определенную структуру. В 70-х годах прошлого века в Тартусской обсерватории был создан первый в СССР телефотометр Микрон, прибор для изучения атмосферных слоев из космоса. Позже ему на смену пришел эстонский телеспектрометр Фаза. Первую еду в тюбиках стал производить Пльцамасский комбинат. Космическое меню насчитывало десятки различных блюд, включая десерты. А сами космонавты любили восстанавливать силы в эстонском санатории Взморье. Местные жители называли его «космической дачей». Сегодня Эстония – полноправный член Европейского космического агентства. Эстонцы первыми в мире создали спутник, оснащенный электрическим парусом. Он был выведен на орбиту в 2013 году. А эстонская компания «Майя Тонн» разработала уникальный прибор из области космической медицины. С его помощью врачи наблюдают за мышечным тонусом астронавтов, находящихся на орбите. Он был доставлен на Международную космическую станцию в апреле 2018. Латвия. Здесь родились многие выдающиеся исследователи космоса. Фридрих Цандер – создатель ракетного реактивного двигателя. Мстислав Келдыш – математик. Один из основоположников советской космонавтики. Анатолий Соловьев – космонавт, совершивший 16 выходов в открытый космос, что является абсолютным мировым рекордом. Александр Калери – космонавт, совершивший 5 полетов. Олег Артемьев – российский космонавт-испытатель. Латвийские ученые принимали участие в ряде космических проектов Советского Союза. Здесь разработали изоляционные материалы для ракет, создали кварцевое стекло для иллюминаторов, участвовали в проектировании первого искусственного спутника Земли и первого космического корабля «Восток-1», который пилотировал Юрий Гагарин. Кстати, сразу после его полета руководство Компартии Латвии предлагало переименовать латвийскую столицу в честь первого космонавта. Рига вполне могла превратиться в Гагарин, но обошлось. Латвия также является членом Европейского космического агентства. В 2011 году ученые Балденской обсерватории впервые открыли астероид, вращающийся вокруг Солнца. А в июне 2017 года в космос был запущен латвийский спутник «Вента-1». Он передает на Землю данные о движении кораблей через океан. Литва. Можно сказать, что из всех прибалтийских народов литовцы первыми заглянули в космос. Своя обсерватория при Виленском университете появилась здесь еще в середине 18 века. В ней работали Ян Снядетский, открывший астероид Паллада, Мартин Почубут-Адляницкий, рассчитавший положение многих звезд, Матвей Гусев и Егор Саблер, первыми начавшими изучать пятна на Солнце. В советские годы к исследованиям космоса подключилась созданная Малецкая обсерватория, а также различные научные институты Литвы. Институт ботаники спроектировал микротеплицы, используемые на орбитальных станциях «Салют» и «Мир». Энергетический институт разработал ядерные реакторы для космических аппаратов. Институт биохимии делал приборы для станции Марс. Текстильный институт, скафандры и белье для космонавтов. Литва – родина двух советских космонавтов – Алексея Елисеева и Римонтаса Станкевичуса. Елисеев трижды летал в космос. Его отец Станислав Курайтес был осужден за антисоветскую агитацию, поэтому у космонавта фамилия матери. Станкевичус был зачислен в группу космонавтов, готовившихся к полетам на Буране. Участвовал в испытаниях этого корабля, но в космос так и не полетел. Погиб на авиашоу в Италии. В январе 2014 года Литва запустила в космос целых два спутника. Эти спутники имели скорее символическое, нежели научное назначение. Например, спутник Литсад-1 посылал к далеким планетам и звездам три слова. Литва любит свободу. 23 июня 2017 года Литва отправила в космос уже третий спутник, который участвует в исследованиях нижних слоев атмосферы.